Продолжаем работу со скайпом. В этом уроке мы с вами поговорим о том, как можно записывать видеозвонки. Причем как звонки 1 на 1, так и групповые. Для этого нам понадобится инструмент, который называется eWire. Это специальный плагин для скайпа, который живет по адресу eWire.com. Единственная его проблема, что в бесплатном режиме он пишет только 5 минут. Если зайти на фьючерс, то видно, что видеоколл-рекординг 5 минут в триал-версии. А в платной версии, которая стоит 19 долларов, там уже все возможности открыты. При этом он может записывать и аудио, и аудио, включая конференц-звонки, и скрин-шеринг, то есть запись экрана. Поэтому инструмент интересный. Если вы, допустим, будете постоянно заниматься подобными вещами, то вам стоит подумать над его приобретением. Как он устанавливается? После закачки вы получите вот такой файл у себя на рабочем столе. Скачать его можно на вкладке Download на официальном сайте. И после запуска мы, как обычно, его устанавливаем. Если у вас кодек X-Vid не стоит, поставьте его. Так, и после установки ставим Run и Finish. Вот он у нас запустился. Так, теперь я открою Skype, потому что в Skype будет запрос для данного приложения, даем мы ему доступ или нет. Вот я ему даю доступ. И вот, кстати говоря, помните ту настройку по доступу приложений. Вот если в самой не спуститься, вот она, контроль доступа. Мы здесь увидим данную программу. И если, допустим, мы передумали и больше не хотим давать ей доступ, мы здесь всегда можем его удалить. Так, теперь, когда доступ разрешен, мы видим сам плагин. Так, при этом он нам говорит, пожалуйста, кликните Restart Skype Now, чтобы завершить вот это соединение. Я нажимаю Restart. Сейчас у меня Skype перезапустится. Вот он перезапустился. И когда программа с ним соединяется, видите, здесь появляется кнопка Ready. Не кнопка, а сообщение. То есть, это говорит о том, что мы можем вести запись, и программа будет у нас это дело записывать. То есть, вести диалог, а программа будет записывать. Кроме этого, можно сразу зайти в настройки Tools, Options и посмотреть, какие здесь есть настройки. Если вы будете загружать программу вместе с Windows, ставим эту галочку. Если хотите, чтобы она сразу пряталась в трейд, то вот эту. Так, и если не хотите, чтобы программа показывала вам всякие сообщения, то вот эту. Так. Я это все дело убираю. Убираю автоматическое обновление. Вывести программу на передний план, когда запись закончена. Вот это можно оставить. Так. Стартовать E-Wire Video Recorder, когда я запускаю Skype. То есть, смотрите сами, насколько часто вы ей будете пользоваться. Я вот лично все это уберу. То есть, мне эта программа будет нужна достаточно редко. Так. На вкладке записи. Настройки записи. Здесь выбираем, в каком формате будет запись. Side by side. Или каждого собеседника будет записываться в отдельный файл. Но, мне кажется, side by side наиболее удобный вариант. При этом мы можем записывать отдельно нашу веб-камеру. Либо только веб-камеру удаленного нашего собеседника. Либо вообще видео не записывать. Будем писать только аудио. Так. Я ставлю side by side. Формат mp4. Кодек выбираю наиболее современный. H.264. Так. Видеорезолюшн здесь стоит полуадаптивный. Я поставлю, допустим, 1280 на 720. Это формат HD для YouTube. И фреймрейт 25. Это самый оптимальный в данном случае вариант. Так. Здесь мы указываем, пишем ли мы аудио с обоих сторон. То есть и собеседника, и наше. Либо пишем только наше аудио, либо только собеседника. Я ставлю и то, и то. И куда нужно сохранять данный записанный материал. Я поставлю рабочий стол. Для этого нужно было нажать browse и выбрать там папку. Так. Качество mp3. Я обычно ставлю 96 килобит. Это уже вполне достаточно. Так. И на вкладке Advanced здесь у нас, в принципе, особых, таких супер важных настроек нет. Это все такие узкоспециализированные настройки. Использовать постоянный фреймрейт при записи mp4 файла. Но это все такое уже для спецов, для каких-то проблемных ситуаций. Пока оставим как есть. Так. И последний момент, о котором я здесь забыл упомянуть. Это если вы хотите, чтобы программа автоматически записывала ваши разговоры, поставьте вот здесь автоматик ли рекорд. Потому что иногда забываешь, когда начинаешь уже писать интервью, думаешь, что программа пишет, а на самом деле она не пишет. Так. Пусть в автоматическом режиме пишет. Так. И вот теперь я попробую кому-нибудь позвонить и посмотреть, как себя ведет данный плагин. Так. Вот, например, выбирая Сергея, выбирая видеозвонок. Так. Привет, Сергей. Еще раз попробуем на этот раз. Так. Вот я смотрю, как у меня ведет себя плагин. Так. Все отлично. Он записывает. Пишет, что и мою сторону записывает, и твою. Посмотрим, что выйдет в итоге. Так. Тогда на этом, в принципе, мы можем закончить. И да, пока. И посмотрю я, что получилось. Так. И вот он мне выдает, что сегодня он записал одну запись. Так. Запись с Сергеем Патином. Здесь же я ее могу проиграть. Привет, Сергей. Еще раз попробуем. Привет, Евгений. И вот каким образом это выглядит. Я смотрю, как у меня ведет себя плагин. Так. Все отлично он записывает. Пишет, что и мою сторону записывает, и твою. Так. Посмотрим, что выйдет в итоге. Так. Тогда на этом, в принципе, мы можем... В общем, программа справилась со своей задачей. Сам файл вы можете найти, вот если нажмете на иконку папочки, у вас откроется та папка, где данное видео сохранено. Но еще раз повторю, что в бесплатном режиме она запишет только 5 минут. И чтобы записывать больше, нужно зарегистрироваться. Ну, точнее, платить. Вам выдадут ключ и ввести этот ключ сюда. Есть еще альтернативный вариант, через который можно получить очень похожий результат, но там это уже бесплатно. Для этого найдите мой урок, который называется «Видеоинтервью в стиле телемоста». В 2012 году я писал урок, как вот записывать такие телемосты. И там вот мы тоже делали запись таким образом, чтобы телемост получился. Там это уже не через скайп, там через другой сервис, но смысл все равно остался тот же. Найти можно данный урок на моем сайте евгенипопов.ком. Здесь вот в 55 выпуске журнала. Вот здесь у меня в правом нижнем углу есть архив выпуска моего журнала. Здесь найдите 55 выпуск, урок видеоинтервью в стиле телемоста. Так, и на этом, в принципе, все. Еще один вариант, кстати, есть, через который вы можете воспользоваться. Но вам в этом случае нужно владеть программой Camtasia Studio. Если у вас есть понимание, как работает данная программа, то вы можете сделать то же самое. Позвонить собеседнику и записать просто экран через Camtasia Studio плюс записать аудио от собеседника в отдельный файл. То есть попросить собеседника записать аудио в отдельный файл. И затем он вам его пришлет, и вы в Camtasia добавите просто к вашему видеоролику с вашим голосом его аудиофайл. Но это такая техника уже более сложная. Вам нужно будет обязательно записывать свое видео в наушниках, чтобы звук, который идет от собеседника, не попадал в вашу запись, чтобы не было наложений. Вот, ну, в принципе, тема у нас раскрыта, да? Как вот записывать данные Skype беседы и в аудиоформате, и вот в таком видеорежиме. На этом здесь все. Спасибо за внимание. Увидимся в других моих видео уроках.